Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Днемкова, я книжный блогер, надеюсь, что твой любимый книжный блогер. Если ты до сих пор не подписан на мои социальные сети, самое время это сделать, в описании под этим роликом найдешь все ссылочки. Ребятушки, что у нас сегодня за видео с вами такое? Так это же распаковка новых книг, ура! Я знаю, что вы любите такие видео. Вы только посмотрите, какая у нас сегодня с вами красивая обстановка в моей комнате. Даже не знаю, за счет чего так получилось, то ли я повесила новую гирлянду, то ли еще что-то такое, я не понимаю. В общем, надеюсь, вам тоже нравится, как выглядит мой фон. Заваривайте себе чего-нибудь повкуснее, погрячее и усаживайтесь поудобнее, а мы с вами начинаем. У меня, к сожалению, нет ни кофе, ни чая, ничего. Схожу за кофе после того, как сниму этот ролик. Ребятушки, мы с вами долго ждали этого момента. Я помню, как многие из вас мне постоянно писали, ну когда мы сможем купить книгу «Убийство в бухте ангелов» от Ольги Кале. Когда, да вот сейчас, прямо сейчас вы можете бежать на Валдрис и заказывать эту красотку. Я так хочу, чтобы вы поскорее познакомились с тем, что там написано, с тем, какой там сюжет, с тем, насколько там драйвово все происходило. Вот прям без спойлеров бы вам как-то рассказать. Я ссылочку, конечно же, оставляю в описании, чтобы вы смогли быстро зайти, кликнуть, заказать и насладиться берегами Франции. Значит, по сюжету у нас есть главная героиня. Она, ну, не то чтобы бедна, но у нее средний достаток. И, собственно, она мечтает работать в университете, но работает риэлтором, продает богатым людям дома на берегу Лазурного побережья. Ну и, значит, однажды ее подруга просит у нее денег в долг, пожалуйста, а эти деньги наша главная героиня копила на свой дом. И вот-вот она уже будет сейчас его покупать. И там происходят такие просто умопопрочительные события, после которых вы просто не сможете остановиться. Если вы начнете читать эту книгу, вы будете читать ее до последней страницы, потому что что было в конце, меня просто поразило. То есть вы уже нашли главного подозреваемого, точнее, вы нашли уже убийцу. И потом, через несколько страниц, оказывается, как бы не все так однозначно, как вы думали, совершенно иначе. Как вы можете заметить, эта книга оставила у меня только положительные эмоции и болею за автора всем сердцем и душой. Давайте поддержим автора в комментариях, напишем, какая у нее красивая книга. И, собственно, ставьте лайки этому видео. Ребятушки, ссылочку оставила в описании и также на канал автора. Все там будет. Тыкайте, переходите, ознакомьтесь и покупайте. А мы с вами давайте перейдем к новинкам, к тому, что я купила, к тому, что мне прислали. Как-то совсем чуть-чуть. Здесь совсем ничего нет. Я в шоке, потому что, скорее всего, самый большой пласт своих книжных покупок я вам показала во влоге. Там у нас было реально очень много всего. Настолько много, что здесь ничего не осталось. Это видео, скорее всего, будет коротким. Но, надеюсь, все равно вам оно понравится и буду ждать ваши комментарии. Если вы еще не смотрели влог, обязательно переходите. Ну что, первое, что я купила, кстати говоря, давно, даже не знаю, показывала вам или нет. Мне кажется, что нет. Это у нас старо-ристо-горничная Хира Фудзивара. Вот такая вот малышка. Посмотрите, мы с ней сегодня... Такой нежный у меня фон, такое все нежное и красивое. И это вот тоже манго подходит под мой интерьер. Что у нас здесь с вами по аннотации? Благодаря хорошей успеваемости Мисаки стала президентом школьного совета и самоотверженно борется за права девушек в своем учебном заведении. А по вечерам, какая ирония, она подрабатывает официанткой в косплей-кафе, волную фантазию посетителей. И все обошло своим чередом, если бы за этим занятием ее не застал один не совсем обычный парень из ее школы. Слушайте, слушайте, хочу прочитать ее прямо сейчас, потому что, не поверите, но на момент того, как я выложила этот ролик, у меня уже прочитано целых шесть книг. Ребята, шесть книг. Половина марта прошло, шесть книг прочитано. Такого не было никогда. И за сегодня я закончила две книги. То есть я читала одну книгу, как Кот Твайфорд, давно еще. И я сегодня ее закончила. И дочитала, значит, Тайный дни Колин Гувер. Прочиталась книга просто за сутки. Я вам серьезно говорю, за сутки прочиталась. Это было быстро, искрометно и умом помрачительно. Но я об этом расскажу обязательно в прочитанном, в конце месяца, в начале следующего месяца. Ну а к чему я это все говорила? К тому, что мне очень хочется отдохнуть. Фильмы, сериалы, даже не знаю, может быть, лучше почитать мангу. Думаю, что так. Следующий из того, что я купила, это у нас Лунный свет Дженнифер Арминтроуд. И вот так вот она маленькая, посмотрите. Она правда очень-очень маленькая. Я очень рада, что Аистер решили выпустить, переиздать, переиздать книги Дженнифер Арминтроуд. И, собственно, вот так. Но хотелось бы, конечно, чтобы формат побольше, обложка другая и все остальное. Но это лишь мои предпочтения. Но в целом-то, в принципе, нормально. Хорошо выглядит, все супер. Посмотрим, что с ней будет после первого прочтения. Я обожаю мягкую обложку. Просто мне нравится, когда формат чуть больше. Что нас здесь с вами будет ждать по описанию? Джулия Хьюз всегда была осторожной. Но, получив от судьбы сокрушительный удар, решила полностью изменить свою судьбу. Джулия, никогда не совершавшая необдуманных поступков, проводит ночь с незнакомцем из бара. Ведь на следующий день она переезжает в другой штат. Где ждет новая работа у таинственного нанимателя. Так девушка оказывается в особняке братьев Девинсет. И с удивлением узнает в одном из хозяев, Люциана Девинсет, своего ночного гостя. За братьями давно и прочно закрепилась дурная слава. Поэтому Джулия убеждена, что ей стоит держаться подальше от самого младшего из них. Но, похоже, Люциан уже обратил на нее свое внимание. Забота Джулии о его сестре трогает мужчину. И он готов пойти на многое ради девушки и открыться ей. Вот только некоторым секретом лучше оставаться погребенным. Говорят, что мужчины Девинсет влюбляются раз и навсегда. А еще, что их любовь разрушает. Хватит ли у Джулии смелости проверить эти утверждения на себе? Вот такая вот история. Мне кажется, она мне очень понравится. И я постараюсь выкрыть для нее время. Но пока что совсем нет. Но я обожаю Дженни Феррар Митроут. Здесь даже говорить ничего не нужно. Кто со мной давно и смотрит меня давно, и читает меня давно, знает, что я большая поклонница этого автора. Еще одна красотка, которую я купила. Это Американская грязь от Джанин Каминс. Значит, у нас здесь с вами семья. Мексиканская семья. Происходит это все у нас в Мексике. Простите за тавтологию. Не с того просто начала. И есть жена, есть муж. Муж работает журналистом. И однажды... А жена, извините. А жена... У нее есть свой книжный магазинчик. Собственно, там спокойно работает. У них большая семья. Есть сын. И однажды, значит, муж делает большое глобальное разоблачение на один наркокартель. И, как бы, вот эта задача. Главарь наркокартеля, да кто бы мог подумать, да? Вот неожиданно приезжает и убивает их там всех вообще. Кроме жены и сына. Потому что они как-то чудом смогли спастись. Они вроде притворились мертвыми. И получилось так, что они убежали. Но выяснилось, что... Вот те самые люди выяснили, что они все-таки живы. И, конечно же, открыли на них охоту. Но даже не в этом суть. Значит, однажды до всего этого происшествия главная героиня познакомилась с главарем этого наркокартеля. Он к ней заходил в магазинчик за книгами. И они мило общались. И вот, да, она про это вспоминает, когда они с сыном пытаются выжить. В общем, я однажды начинала слушать в аудио эту книгу. Но почему-то бросила это. Я так и не поняла. Почему? Зачем? И когда увидела эту историю в мягкой обложке, конечно же, я не могла не купить ее. Я буду читать, потому что жанр абсолютно мой. Я же очень люблю теперь тренеры, детективы. Теперь моя любовь. Вот. Это то, о чем я говорила про форматы книг. Мягкая обложка, большой формат. Вот, да, да, да. Говорю тысячу раз, да. И мягкая обложка, маленький формат как-то. В общем, такие дела. Дальше, друзья, хочу вам показать книги, которые мне сегодня привез курьер от моего любимого мифа. Так, смотрите, у нас здесь с вами такая вот необычная история. Скорее, через пять лет. Я когда увидела эту обложку, думаю, хм, какая красота. А потом я поняла, что это супер. Вы же помните. Ребята, я думаю, что вы помните эту книгу. Она гремела давно-давно-давно. Даже уже не помню в каком году. И я не знала, что сделали супер. Я не знала. Заказала ее. И решила прочитать, потому что здесь написано для любителей истории один день. Я помню, что книга «Один день» меня размазала просто по ПЛУ. То есть она меня очень просто в щепке размазала. Потому что, ну, я думаю, люди, которые читали, понимают, о чем я говорю. Там стеклянный конец, после которого невозможно не плакать, не переживать. Особенно, если вы посмотрите фильм с Энн Хэтуэном в главных ролях, вы все поймете. Энн Хэтуэн сыграла идеально. Это было очень прекрасно. Такая вот драматичная история о любви. А это у нас с вами автора зовут Ребекка Сёрлс. Надеюсь, что я правильно произнесла. И по аннотации нас с вами здесь будет ждать. У Дани наконец-то все идет по плану. Она получила работу мечты. А ее молодой человек только что сделал ей предложение. В эту ночь Дани снится яркий сон, действие которого происходит через 5 лет. В нем она замужем совсем за другим мужчиной. История закручивается, когда Дани встречает любимого человека, своей лучшей подруги и обнаруживает, что именно он тот незнакомец из ее сна. У девушки остается 5 лет, чтобы не повторить известный ей одной сценарий. Ведь на чаше весов уже не только безрассудная любовь, но и дружба. Следующая книга это у нас «Метеориты» от Андрея Маджи. Или Маджи. Посмотрите, она невероятно красивая. Просто какое-то чудо, ребятушки. Хочу потрясти вам ее вот так и показать. Но мне говорят, не тряси перед камерой книгами. А вот не трясу, не буду больше трясти. Вы сказали не трясти, я не буду трясти. Но она, конечно, просто шедевральная, ребята. И причем сюжет здесь тоже какой-то очень невероятный. Мне прямо сейчас захотелось ее прочитать. Здесь, кстати говоря, большой шрифт. Ну, довольно-таки большой. Относительно многих книг и листочки тоже прекрасные. В общем, по нотации 12 учеников выпускного класса лицея. Каждая из них живет своей жизнью и не особенно ладит друг с другом. Но 30 дней в горном шале, куда везет их профессор Аль Педи, должны изменить все. Слушайте, что я вам хочу сказать. Как по мне, это должно быть очень-очень интересно. Книга 18+. Ну, прям безумно меня как-то захватывает это все. Очень хочу почитать. Я поставлю ее обязательно на апрель. Возможно, в марте успею. Хотя, кого я обманываю, как мне успеть. Даже не знаю. Хочется браться вообще абсолютно за все. Искренне надеюсь, что после того, как я за полмесяца уже прочитала то, что я читаю за целый месяц. Объем. Я имею в виду шесть книг. Это много. Я надеюсь, что не будет никакого по типу погорания, чничетун и всякое такое. Но попробуем справиться без него. Я надеюсь, у меня получится. Я верю в себя, что все пройдет гладко. И манхва, которую я так сильно ждала, ребята, не читает даже первую часть. В общем, первая часть у нас есть. Магия вернувшегося должна быть особенной. И вторая часть. Магия вернувшегося должна быть особенной. Вы посмотрите, какие они красивые. Вы только посмотрите на это. А еще сейчас покажу вам с другой стороны. Ну, это же просто что-то невероятное, ребята. Очень-очень красиво. Что по аннотации в этой истории, я вам не могу рассказать, потому что, вероятнее всего, это будет спойлер. Но просто знайте, что у меня теперь есть вторая часть. И вот она. Если вы не знаете, что по аннотации здесь у нас в первой части, я еще не читала. И давайте вам я ее озвучу. Человечеству пришел конец. А все потому, что он, Дезир Арман, студент лучшей магической академии, Хаврион и его спутники проиграли в последнем испытании Теневого мира, решающей их схватке с драконом. Но едва весь мир исчез в небытие, как Дезир вдруг обнаружил себя живым, поступающим в академию снова. Неужели у него появился шанс все исправить? Однако для этого нужно разобраться с тем порядком, который годами складывался в Хаврионе. А еще собрать самую сильную команду и заново обрести друзей, чтобы вместе с ними спасти мир. Вот почему я еще до сих пор не прочитала. Она была у меня в планах, по-моему, на март. И надеюсь, что я дойду до нее сегодня. Очень на это надеюсь. В общем, ребята, было очень мало новинок. Я думаю, что вы не привыкли к такому маленькому объему от меня. Но вот как-то так вышло. Как-то так вышло. Покупала я больше. Что-то я раздарила. Отдала. Почитать. Кстати говоря, покупала. Я еще что написал? Убийца. Покажу вам ее здесь. От Дженнис Халет. Я просто отдала ее почитать Андрею Малахову. И надо купить себе вторую книгу. Ну, то есть первую для себя. Первую, ребята. Ой, все, запуталась. В общем, вы меня поняли. Я очень хочу почитать эту историю. Потому что в центре событий там... Вот сейчас начинаю вспоминать по памяти. Значит, королевский адвокат. Он работает... Ну, наверное, он работает в институте. Раздал задание студентам раскрыть преступление. Но он идет на такой эксперимент. Он не дает им, вот этим вот, студентам всех данных, кроме как переписки. Он отдает целую переписку, значит, преступника с жертвой. И наши студенты должны разгадать и найти преступника. Потому что он еще на свободе. В общем, суть в том, что мы с вами в процессе чтения также разгадывать и искать убийцу. Это очень мне нравится. Я прочитала Кот Твайфорд от этого автора. И, ребята, хочу вам сказать, что Дженнис Халлетт реально пишет невероятно круто и увлекательно. Поэтому обратите внимание на эту новинку. У меня еще пока нет. Но... Будет. В общем, ребятушки, спасибо вам всем за просмотр этого видео. Я надеюсь, очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если так, пишите лайки. Пишите лайки. Пишите комментарии. Ставьте ваши лайки. Мы с вами увидимся совсем скоро. Так как у меня намечается 24 часа чтения. И, ну, правда, кажется, прочитанных книг будет очень много. Ну, я думаю, что это прекрасно. Почему бы и нет? Пусть март будет самым продуктивным месяцем у меня. И вам того же желаю. В общем, ребятушки, как обычно, читайте, а не спите. Я вас всех очень сильно люблю.